Празднование Международного дня отца в городе над Бугом приобрело большой размах. Впервые к его проведению подключились многие организации Бреста. Целевая аудитория торжества отцы-одиночки, которых по неофициальным данным в областном центре более 120 человек. Сколько таких мужчин в городе на самом деле трудно сказать, потому что они весьма неохотно заявляют о себе. С помощью проведенной акции организаторы надеются возродить институт отцовства и вернуть авторитет и статус отца, утраченный в последние годы. Сегодня особенное мероприятие, которое посвящено Дню Отца. Мы это мероприятие проводим совместно с Белоруссией, а также с Общественной Объединением Наследия. Что хочу сказать? Мы сегодня говорим о мужском начале нашей семьи, нашего общества, о мужском понимании этого праздника. И в общем, везде и всюду все начинается с мужчины. Он глава, он идет вперед, идут за ними. И это правильно. Один из организаторов праздника, председатель Брестского городского молодежного общественного объединения Наследия, а по совместительству еще и многодетный папа Олег Голос, не понаслышке знает о том, что ожидает отца, который в одиночку воспитывает ребенка. Не так давно у Олега родился третий сын, а среднего он продолжительное время воспитывал сам. Они очень важны в том плане, что мы тем самым обозначаем само отцовство, которое, к сожалению, сам институт отцовства, он у нас практически на низменном уровне. В основном воспитанием детей все проблемы решает в семье мама. И подобными акциями и мероприятиями мы пытаемся хоть каким-то образом ситуацию изменить. И обозначить вновь главу семейства, чтобы папа вспомнил все-таки, что он важнее в семье. И вся ответственность ложится именно на нем. В программу праздничного мероприятия «День отца» в Бресте вошли развлекательные концерты «Театрализованная постановка». Также работала выставка-ярмарка подделок, изготовленных людьми с ограниченными возможностями и пребывающими в дневном отделении Центра социального обслуживания населения. Создавали праздничную атмосферу и забавляли детей, ростовые куклы, волонтеры общественных объединений. Волонтерской деятельностью я занимаюсь уже около трех лет. И мне оно приносит прежде всего моральное удовлетворение. То, что я чувствую, что я помогаю людям, я приношу какую-то пользу. Хорошо было бы подростковую энергию размещать именно в позитивном и конструктивном русле развития. И на прошлой неделе, это было 5 июня, в инспекции по делам несовершеннолетних, несколько общественных объединений, подростковый клуб решили организовать работу на лето с подростками, которая называется «Здоровое лето». И вот в течение трех месяцев мы решили, ребят, задействовать в мероприятиях, которые будут проводиться в городе и за городом. В заключении мероприятия организаторы отметили, что на базе территориального центра социального обслуживания населения Московского района создан клуб любящих отцов, где можно будет найти решение различных бытовых и социальных проблем, а также поделиться опытом по воспитанию детей. Я считаю, что это единственное, что сплачивает семью, это вот такие праздники, потому что в одиночку очень трудно. Такие мероприятия объединяют людей. Считаю, что супруги должны понимать друг друга, это главное. Если нет общего языка, счастья не будет. Как бы не было материальное положение, это ничего не решит. Главное, чтобы понимать друг друга, понимаете. Тогда и ребёнок поймёт. Семья – это основа всего, фундамент, на этом всё, как говорится, жизнится. То есть корень всего – это в семье. Человек, если семьи нет, он счастлив не может быть.